Братья и сестры, слава Господу! Так вот, смотря на вас, радуется сердце, что вы, наверное, ради такого дня, такого общения, в пятницу обычно столько не собираются, как-то пренебрегают. У нас тоже, когда гости бывают, то наполняется молитвенный дом. Я прочитаю в третьей главе Откровение. «Се гряду скоро», 11 стих. «Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Как телеграмма, сокращенная. Кто-то, может быть, просто возразит, скажет, да, скоро, скоро, это скоро, насколько уже давно, две тысячи лет, и всё скоро, скоро. Я вчера говорил об этом. Есть такие люди сегодня. Им даже не нравится вот такое ускорение. Но написано так, скоро. Даже, знаете, может быть, скорость эта не заключается в том, что восхищение церкви. А вот раз и прервалась жизнь. У нас в Краснодарском крае ехали в гости с Курганинска в Апширонск. Ну, там где-то километров 150 расстояние. И едут в гости к своей родной сестре, братик, женой своей. Женились недавно. Около года всего пожили. Детей ещё даже нет. Едут, радуются. Машина хорошая. Сестричку ещё с собой пригласили. Жены, родная сестра. И едут. Дома ожидают уже хозяева. Скоро гости приедут. А их и нет, и нет, и нет. И до двух часов нет ночи. А потом звонят уже с больницы. В реанимации. И даже кома. В коме жена. Разбита голова. Мужа всего поломала. Ноги, руки. Сильно разбита. И вот даже по сей день не приходит в сознание жена. Удар такой прямой пьяных людей. И сзаду тоже ещё ударила машина. Не ждали, не думали. Вот оно что, скоро. Встреча произойдёт у некоторых, может быть, и сегодня даже. Нежданно. Поэтому вот этот стих одиннадцатый. Сегряду скоро. Кому когда, неизвестно. Только вот что. Держи, что имеешь. А что имеешь? Очень важно, друзья. Вот мы не лучше других, так вот по всему. Но вот почему-то Господь даровал нам приобресть Иисуса Христа верою. Это ж великое счастье. Вот некоторые просто пренебрегают, что, да что тут особенно. А веруя в Иисуса Христа, имеем жизнь вечную. А это что означает, друзья? Это спокойствие настолько вот на совести, на сердце. В любое время, когда жизнь прервётся, я перехожу от маленькой, коротенькой, в вечную, бесконечную жизнь. Но вот в последнее время, друзья, христианство делится на две категории. И сильно заметно делится. Сильно заметно делится. Вот одна из них – это та, которая готовится к восхищению. Я прочитаю. В этой же третьей главе Откровения, восьмой стих. Знаю твои дела. Вот я отворил пред тобой дверь, и никто не может затворить её. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово моё, и не отрёкся имени моего. И десятый стих. И как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения, который придёт на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Это Филадельфийская церковь. И вот о нём такое коротенькое, но очень приятное, радостное такое характеристика, такое свидетельство. Она немного имеет силы. Она не в силе плотской, не в силе какого-то, ну, своего превосходства в мире этом. Она малозаметна даже, но она имеет слово. Она хранит слово. И она имеет терпение. Сохранил слово терпения моего. Братья и сёстры, признайтесь, чего у нас всегда больше всего не достаёт? Терпение. Терпение. И даже до того, что это так слышно, ну, терпения не хватает, и всё. Один у нас брат говорит, ну, переходи на долгое терпение, есть запас. Но это только сказать, оно не всегда так получается. И вот таковым Христос говорит, как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения. Это великая скорбь. А слово «сохраню» – от. Не в године, а от годины. Это означает, что восхищение церкви будет до великой скорби. Много мест писаний подтверждают об этом, и особенно вот это ярко так говорит, «сохраню тебя, не допущу». Я хотел бы немножечко тоже так вот и сегодня сказать об этом, что счастливы те, которые находятся вот в этой категории верующих, терпеливые, выносливые и любят Слово Божие. И они держат, крепко держат верою спасение. Один профессор был страшный безбожник, и он своих студентов даже так вот настолько убеждал, Бога нет, души нет. Ну, это те времена, атеистические времена. И даже говорит, вот я уже старенький, скоро буду умирать, вот вы будете даже смотреть, как я буду смело, так и вам даже смертью своей буду показывать практически. Нету души. Вот все так, материя умирает, и все. Ну, так пришло время, и он стал умирать. но когда он почувствовал, что действительно умирает, затрепетала душа в нем, он побледнел, он стал бросаться во все стороны, а студенты смотрят, и они ему говорят, учитель, держись! А он говорит, было бы за что держаться. Вот что значит неверующему. Вот что значит прожить, может быть, даже как-то и удовольствие своей жизни, когда Христос говорил в этом так, весь мир приобретешь, а душе своей повредишь. Ну, какая польза от этого? И действительно так, друзья. Вот разумный человек, он не думает, как бы вот сегодня лишь бы, а всегда смотрит наперед. Как будет в моей жизни? Что меня ждет? Это категория, готовящаяся к восхищению. Вот другая категория. 3.14 И ангелу Лаэдикийской церкви напишет, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный. Начало созданий Божиих. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ты говоришь, я богат, разбогател, я ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок и нищ и слеп и наг, советую тебе купить. Советую тебе купить. Страшное, но это так принимается легко. И даже скажите, пожалуйста, каких верующих больше ожидающих, терпеливых, выносливых или вот таких богатых? Богатых, имею в виду в кавычках богатых. Я богат, у меня, я давно член церкви, я знаю Писание. Вы посмотрите, у меня сколько литературы. Я богат, что, может быть, даже и имею какое-то служение. это сказано самому ангелу, пресвитеру. Но вот самое, что страшное, друзья, если бы ты был холоден, то еще есть надежда, может быть, ты покаешься. Если бы ты был горяч, то это счастье твое, а ты тепленький. Что такое тепленький, друзья? Вот холодная вода утоляет жажду, тепленькая вода противная, горячая, кипяток, любят, чай пьют, а теплая жаждущему и то, ах, просто выплевывают. И вот Христос говорит, поскольку ты тепленький, а таких очень много, друзья, они как-то вот просто говорят, моя хата с краю, мне в собрание хожу, хожу, рожденный свыше, да, рожденный свыше, что вы с меня хотите еще? Да, что ж, ничего не хотим, что ж с тебя возьмешь? Я знаю, я знаю, и вы меня не учите, а Христос говорит, извергну тебя из уст моих, это страшно, братья и сестры, вы представляете, Христос ходатай теперь, он одесную отца, а дьявол клевещет день и ночь, клевета дьявола, она не так, как некоторые понимают, он не правду о нас говорит, нет, не совсем не так, друзья, клевета, это говорить правду, но с целью той, чтобы очернить правду, я правду говорю, что, правда глаза колет, не нравится правда, да, правда-то правда, но с каким она тоном подается, и для чего она подается, вот так дьявол, а от него научаются даже некоторые верующие правду говорить, но острую, колючую, больную, вот так дьявол преподносит за наши неправильные поступки, за теплоту, за хладнокровные отношения, и когда дьявол преподносит, а Христос сразу определяет, это дитя терпеливое и ошиблась, это дитя любящее Слово Божие испоткнулось, или это или это совсем тепленькое тепло, а мне безразлично, ну что, не один я такой, смотри сколько таких, и вот таковые, которые тепленькие, на устах у Христа уже не существуют, выплюнул, что тогда делать, братья и сестры, как мы можем на этой земле удержаться среди этой страшной сейчас темноты беззакония, если Христос кого-то уже изверх, из уст своих, за теплоту, тепленькие, тепленькие в молитве, тепленькие в проповеди, тепленькие в благовестии, тепленькие посещения собрания, тепленькие, и может кто-то даже и не знал до сегодняшнего дня, какой это страшный грех быть тепленьким. Еще, знаете, друзья, вот к этому прочитаю второе послание к Коринфянам. Седьмая глава. Сначала главы сразу начинается так. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Значит, обратите внимание, братья и сестры, скверно плоти и духа. Тепленькие еще заключаются вот в чем. Скверно плоти – это грехи, которые были в нас раньше. Сейчас их очень редко где можно встретить. скверно плоти – это воровство, это пьянство, это курево, это сквернословие, это блуд. Раньше было таких грехов больше. На сегодня дьявол как будто бы переквалифицировался и применил грехи совсем другие и более выгодные грехи. Ну, что за блуд? Отлучат и все. Что означает скверно духа? Как она близка к теплоте? Я прочитаю сейчас второе послание Тимофею в третьей главе. Послушайте внимательно. Третья глава, второй Тимофею. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Вы заметьте, братья и сестры, что тут за грехи? Плотские грехи или духовные грехи? Ну, я имею ввиду скверно плоти или скверно духи. Что тут за грехи в этой главе? Читаю. Почему тяжкие времена? Тем более сказано последние дни, вот наши дни, тяжкие. Отчего? Люди будут самолюбивые. Самолюбие, друзья, это люблю себя, себе настолько вот и удобство создаю, и для себя все, за других не молюсь. Самолюбие это больше людей отделяет в одиночество. Не хочу ни с кем знаться, сейчас такие верующие, сам по себе. Сребролюбие, гордость, надменные, злоречивые, родителям непокорные, неблагодарные, нечестивые, недружелюбные, непримирительные, клеветники, невоздержанные, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые. Ни одного греха плотского. Можно ли отлучить человека за самолюбие? Попробуйте, отлучите. за сребролюбие. Я работаю, это мои деньги, что вы меня укоряете? Или гордый человек вот исповедуются, говорят, ну вот не могу простить, обижаюсь. И вроде бы, знаете, так благородненький грешочек. Ну вот бедненькая душа обижается. Да кто ж тебя обижает, а? Ну вот обижают меня все. Я сразу говорю, это только маленький-маленький росточек, а вверху, внизу ствол. Гордость. А корни дьявол. А вот обида или бывает огорчение, так вот, даже до того доходит, что тупики до падения. Ну, кто за гордость когда-либо наказывал церкви? Гордого надо наказать. И так вот, весь перечень вот этих грехов и кому они принадлежат? Вот читаю. Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. Верующие или не верующие? Верующие. тёпленькие, обидчивые, самолюбивые, довольные собою, других осуждают. Опять возвращаюсь, друзья. Ты говоришь, я богат. О, на это даже и не говорите, я всё знаю, а не знаю, что ты несчастен, жалок, ниш, слеп, инак. Советую тебе купить у меня золото огнём очищенное, чтобы тебе обогатиться, белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей. Братья и сёстры, меня вот это удивляет. Я хочу вас спросить. Вот спасение, которое нам Господь приобрёл своей смертью, мы купили или даром? Прощение грехов мы купили или даром? Жизнь вечную мы купили или даром? А что ж купить? Что же купить? Почему купить? Вот никогда нам никто не говорил во всю жизнь, ты купил себе терпение, ты купил себе смирение, советую тебе купить. Братья и сёстры, мы живём такое время последнее, решающее время. И Господь уже за некоторых из нас знает. Говори, не говори, бесполезно. Широкие врата люблю больше, узкие, тесные, не люблю. Ну, что вам надо? Ты посмотри-ка, вот в нашем братстве, понимаете, ну, покрыть косыночкой голову. Ну, посмотрите в других, ну, почему? Там же читают эти местописания, говорят, волосы данное место покрывало, а вы вот, надо покрыть голову. А до конца не дочитывают, не сама ли природа учит вас. Природа это волосы, напоминающие о покрывале. Не дочитывают. А у нас слушают, говорят, интересно, там вот объясняют, что спасешься через щадородие. И там говорят, это Мария родила Иисуса Христа. И вот теперь спасенные все женщины через Марию. И Марию вот так вот восхваляют, возносят. Мы поясняем в нашем братстве, спасешься через щадородие, деторождение. А почему? А потому, что будешь иметь скорбь. В скорби будешь рождать детей. А скорби, братья и сестры, вот смотрите, это второе послание к Коринфянам. в первой главе пятый, шестой стих. Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением страданий. Скорбим, а это для спасения. На Голгофе через Иисуса Христа в нашей жизни многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное. Сегодня те, которые не скорбят и не хотят скорбеть, те, которые планируют деторождение, те, которые вместо покрывала украшают свои, красят волосы, и мужчины тоже, и в шортах, и в джинсах, те, уходя скорби, обходя скорби, многие попадут в великую скорбь. те, которые идут скорбями, я вот так представляю, друзья, вот каждому из нас Господь усмотрел чашу скорбей, и вот эта чаша должна быть выпита, я ее должен выпить. Хорошо, если я пью ее по глоточку каждый день, другие отставляют и говорят, потом, когда-нибудь выпью, сейчас мне не нужна скорбь, я хочу пожить в свое удовольствие. Что такое глоточек каждый день? Заболел, выпей, проглоти, не ропщи, не гневайся, проглоти, обидел тебя кто-то, проглоти, какие-то еще неудачи, скорби, проглоти, не буду, ну, тогда чаша стоит, твоя чаша стоит. Кто ее выпил за жизнь свою, идет в небо, кто чашу свою не выпил, придется ее пить великую скорбь. В скорби остались твои целенькие для тебя и ожидают великой скорби. Поэтому, вот, братья и сестры, нам бы уразуметь, что многими скорбями, а тут говорит, если не будете так, то придется купить. Даром не брали. Придется купить. Как купить? Я вот прочитаю пятой главе Откровения. Нет, в шестой. В шестой главе Откровения. Девятый стих. Когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, да, коли, владыка святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока есть сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. Ну, чуть-чуть подробнее, друзья, в 4 главе Откровения церковь уже на небе, в лице 24 старцев. Это образно сказано. Приглась Архангела трубе Божией, ибо вас трубит. Эту трубу услышат те, кому она касается. Те, которые готовы, они ее услышат. Мертвые во Христе воскреснут прежде. Это те, которые на небе. Они спустятся быстренько и получают свои тела во мгновение ока. Потом мы, оставшиеся в живых на то время, когда будет восхищение, изменимся и соединение наше с ними на облаке для встречи с Господом. «Но те, которые тепленькие, останутся на великую скорбь». Вот у меня одна записочка, и в ней, значит, как раз поэтому немножечко так кто-то написал. «Десять дев». Кто такие? Продающие? Вот эта притча, друзья, она хорошо-хорошо так вот освещает последнее время. «Пять мудрых» – это филадельфийцы, неразумных лаодикийцы, мудрые запаслись маслом. Что это означает? Вот когда у меня было покаяние, то истинное покаяние сопровождается рождением свыше. Рождение свыше – это божественная природа даровано мне. Этот дух от Господа теперь ожил во мне. В этот дух, в этот сосуд вселяется дух святой. Сосуд – дух. Дух святой масло. И вот светильник горит. Это рождение свыше. Но вот проходит время, надо духу Христову дать простор и во всех моих комнатах. Не только в одной, а мои теперь чувства стали такие, как во Христе Иисусе. Ум Христов, воля теперь не моя, а Твоя, Господи. И Дух Святой наполняет сосуды. Во всем моем существе я предоставил Духу Святому. Другие оставили свое рождение свыше только в одной комнате. И дальше не дали простор развиваться в жизни во всех сферах моего существования. Это и в разуме, и в воле, и в чувствах, и везде. Вот мудрые наполнили сосуды свои, а неразумные только в светильничке оставили. Время идет, раздается крик, пришествие Христа, труба. Мудрые, имея запас масла, вы поняли, да? Они поправили светильнички свои и встречают жениха. А неразумные имели только рождение свыше. Какое рождение свыше? Вот в 3 главе 1 послание к Коринфянам апостол Павел говорит, я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в селах, да и теперь не в селах, потому что вы плотские, ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? Верующие, рожденные свыше, но в одной паре не растут духовно масло в одном сосуде. Момент восхищения светильник погас, тепленькие, остаются на великую скорбь. О них сказано так, те, которые мудрые, я вспоминаю, друзья, было гонение когда, и вот мы были на нелегальном положении служители, многие, и я так немножко тоже пережил, когда заходишь куда-то в вокзал, надо поехать, вот и где мне побыть, чтобы меня не нашли, потому что фотографии вывешены были, в розыске, в розыске, в розыске, и вот сидишь, билетик взял, ну хорошо тогда не было, как сейчас вот эта компьютерная система, тебя узнают хоть где ты будешь, узнают, а так сидишь, сумочка такая вот, аоськи тогда назывались, вот длинные такие дуги, мягкие, я на руку повешу, там у меня белье, там у меня кусочек хлеба, сало или что-нибудь еще, и вот я сижу и дремаю, а до этого было объявлено, кто желает, гостиница свободная, можно переночевать, и туда пошли, я на скамеечке сижу, дремаю, а кто-то в гостинице спит, разделся, разнулся, постель хорошая, все удобства, это ладикицы, а филадикицы сидят с сумочкой, написано, все задремали, и я задремал, я вот дремаю, сижу, а сам как воробей, все слышу, и вот объявляет, поезд, номер такой-то опаздывающий, прибывает, стоянка сокращена, поспешите на посадку, я поднялся, раз-раз, сумочка цела в меня, все, раз, и пошел, а ну-ка тех, их надо разбудить, им надо сдать постель, им надо рассчитаться, им надо одеться, обуться, и написано, мудрые вошли, они разумные, стали кричать, подождите, а я уже на ступеньке, последняя нога, и там, в вагоне, они мне кричат, ну дайте нам вашего масла, ну как я тебе дам масло, и вот им такой ответ, пойдите продающим, к продающим, кто-то мудрствует, что за продающие, братья и сестры, этот ответ гласит, где ваша жизнь проходила, ведь многие сегодня христиане продают и покупают, продают и покупают, вот их стихия там, вот там, где вы находили удовольствие для себя, туда пойдите, идите туда, да что ж туда идти, кто ж там нам что даст, вот там ваша и будущность, пойдите, а дверь закрылась, остаются на великую скорбь, вот что значит сегодня, братья и сестры, проверить глубоко, как у меня дело обстоит, Христос во всей сфере моей жизни, я вот так на нелегальном положении, молодой был еще, прихожу, это было в Харькове, при свитеру, а его дома нет, он работает, жена встречает, а тогда такое было время, что могли даже под вид там Петерса, под вид Пекалова, даже такие аферисты, и приходят, деньги просят, я вот ехал, литературу везу, колесо спустило, машина поломалась, дайте две тысячи денег, ну я тоже пришел, и на меня смотрят, кто он такой, и не знали меня еще хорошо, ну брат, помолись, я помолился, все равно доверие, и те научились молиться, аферисты, тоже хорошо, и вот сестра смотрит на меня, я говорю, сестричка, вот у вас диванчик вот тут, позвольте мне прилечь, если можно, ой, она рада была, подушку мне принесла, я лег, глаза закрыл, и есть спокойно, спи, все, теперь ты безопасен, но она меня пустила только в одну комнату, вот так, как кто-то из нас Христа, только в одну, а когда я осмелел, я тогда стал проходить и в зал, вот, мне говорят, садитесь вот здесь, я говорю, а можно посмотреть, как вы живете, как у вас в зале, а где у вас дети расположены, но есть простые, простые семьи, приходишь, смотришь, так приятно, трехэтажные, двухэтажные, там вот яросы, коечки, и так, а где вы молитесь, одна сестра меня так проводила в зал, но у нее неприятное, ей позвонили там в калитку, она пошла, а я один остался в зале, смотрю, сколько медведей, сколько копилок, стоят рюмочки, бокалы, все, это красота такая, немножко взял, попрятал под кровать, такие видные, она приходит, сразу заметил, это ее идолы, что такое, я говорю, что вы так растерялись, да вот смотрю, не знаю, вроде воров не было, и у нас от этого пошла беседа, я говорю, сестра, да вот я так вот дерзнул проверить тебя, а вот если Христос придет, ему места нет здесь, нет места, и она меня не хотела туда пустить, братья и сестры, вот что значит, Христос вас, тело мертво для греха, дух жив для праведности, а если кто Духа Христова не имеет, тот и не его, вот в чем суть дела, друзья, и вот эти, которым отрубили головы, они теперь, смотрите, на кого они похожи, как их легко определить, вопиют, владыка святый истинный, доколе не судишь и не мстишь за кровь нашу, вы когда-либо встречали кого-либо из братьев, кого судили и такая месть осталась в сердце, ухо отомстить бы гонителям своим, я когда последний раз освободился, пошел на базар свободненько так, иду, меня на плечо руку кто-то положил, я посмотрел, майор, я говорю, что вы хотели? Васильевич, прости меня, прости, я говорю, кто ты такой? я гонитель ваш, гонитель, это после перестройки, вот так вот сразу, я говорю, приходи в собрание и кайся, приду, только прости меня, прости, я говорю, ничего не имею, ничего, эти люди купили, купили свое спасение, они будут спасены, но в церковь не войдут, не войдут, так в одном месте я проводил беседу, после беседы подходит юноша один, говорит, Григорий Васильевич, вы меня сегодня порадовали, я говорю, чем, да что ж ты, это ж, если спасение там будет, да это хорошо, семь бед, один ответ, я поживу в свое удовольствие, там, пусть мне голову отрубают, зато здесь поживу, ой, я говорю, как ты ошибаешься, с искренним Бог поступает искренне, а с лукавым по лукавству его, там будет очень страшно, там будет на показ так сделано антихристом, что все будут смотреть и в ужас приходить, ну давай, твоя очередь, иди, иди, ложись, тебя сейчас на куски будут рубать гильотиной, вот круг такой может быть или еще какое-то колесо и вот туда вкладывают и крутят и кровь выскакивает и глаза выскакивают и с носа и с рта кровь течет вот как будут а другие смотрят ну иди следующий да, это последний шанс но насколько это трудно друзья сейчас даром сейчас даром и вот надо бы очень серьезно подойти к этому вопросу как у меня дело обстоит еще братья и сестры вот наше время когда мы будем на небе на земле будут изливаться первое семь печатей на землю семь труб семь чаш гнева это на тех которые примут начертания это те которые останутся на великую скорбь это те которые будут носить на теле своем гнойные язвы они будут кусать языки свои они будут просить смерти но не будет будет выпущена саранча у дьявола три вида войск есть ангелы демоны которые не злые они находятся с нами они в сынах противления другие в воздухе самых злых бог определил бездну и закрыл во время великой скорби будут отпущены вы вот прочитаете об этом они какие-то и на лошадей похожи и головы женские волосы и в хвостах их жало и броню все покрытые они будут жалить оставшихся на великую скорбь пять с половиной месяцев их жалы такие ядовитые такие болезненные люди будут кричать мучаться но не будут иметь покоя я прочитаю так кратенько как написано об этом это 14 глава откровения и третий ангел последовал за ними говоря громким голосом кто поклоняется зверю и образы его и принимает начертания на чело свое или на руку свою тот будет пить вино ярости божией вино цельное приготовленное в чаше гнева его и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред ангцем и дым мучения их будет восходить во веки веков и не будут иметь покоя ни днем ни ночью поклоняющийся зверю и образу его и принимающие начертания имени его здесь терпение святых соблюдающие заповеди божии и веру в Иисуса Христа если бы только начертания было бы как-то неожиданно во время половины великой скорби друзья но начертание примет тот кто сегодня его уже принимает что такое начертание друзья одно то что видимое физическое это на правую руку и начало вот чипы уже есть а второе начертание главное глубокого значения это надо поклониться антихристу и признать его за бога печально братья и сестры вот у меня еще записка одна пишут так Григорий вчера вчера и позавчера и было выработано будет распространено воззвание к народу Божьему братский листок потому что не в моготу невозможно уже дальше откладывать насколько охладевает молодежь и это воззвание друзья оно не только к молодежи а к родителям родители смотрят на это хладнокровно некоторые родители даже защищают своих молодежь или подростков что вы на них нападаете что вы смотрите только на них а другие посмотрите да и вы уже настолько крайние вам только и дело смотреть вот то каблук не такой то еще там разрез не такой и прочее дело даже не в каблучке дело не в разрезе друзья а вот дело в том что любят мир любят антихриста любят и поклоняются антихристу и это компьютер это телефоны это вся вот эта вот сеть дьявольская настолько бывает просиживает настолько бывает время тратят и входят в интернеты одноклассники всевозможные проявления того что мир делает и наши верующие там себя рисуют там себя выдают конечно я не специалист по этому делу я только напоминаю немножечко что этот метод компьютеризации он не просто он пользу приносит но это настолько такая прелесть это такое обольщение что то что он приносит пользу облегчение друзья это даром не обойдется потому что 13 главе я вот прочитаю и дано ему было вложить дух в образ зверя чтобы образ зверя и говорил и действовал так чтобы убиваем был всякий кто не будет поклоняться образу зверя и он сделает то что всем малым и великим богатым и нищим свободным и рабам положено будет начертание на правую руку или начало их и кто и что никому нельзя будет ни покупать ни продавать кроме того кто имеет это начертание или имя зверя или число имени его как бы вот мудро поступать чтобы не овладел этот компьютер вот один брат говорит у нас многое есть такое полезное и мы приобретаем приобретаем пользуемся но оно не овладевает нами и мы господствуем над многим даже хотя бы машина ну немножко поигрался туда-сюда но не привыкнешь так как специалисты объясняют что компьютер никогда не надоедает от компьютера если кто-то в него уже настолько впился он никогда не пожелает оторваться есть еще такой виртуальный мир у нас брат один служитель поехал в Америку к своему другу ну он там был и в церквах вот и к другу своему одна сельчанину заезжает мамы спрашивают а где Сергей тоже Сергей звать а мама говорит ну что Сергей он дома но я его не вижу ну а где ну вот его комната но он оттуда не выходит почему она показывает вот под дверь он прорезал немножечко так вот отверстие я ему туда подаю тарелку с супом с борщом он покушает высунет меня опять назад тарелку а почему так он постоянно находится в потустороннем мире виртуальный мир я не знаю я его не видел но когда об этом говорят что люди там общаются верующие общаются там проводят собрания вечерю совершают как-то там они там ликуют они там торжествуют они не хотят даже выходить оттуда вот какая это ужасная сеть друзья и этот образ вот о котором я читал и дано ему было вложить дух в образ зверя это что за двойник такой будет друзья но это будет компьютер ходячий это будет говорить и действовать это такая программа будет и неудивительно как сейчас все развивается неудивительно как это все вот исполнится вот идет человек сам антихрист как человек просто будет побаиваться не будет выходить к людям могут его застрелить потому что однажды он получил смертельную рану но ожил а теперь а теперь вместо себя он вот зверь образ свой и говорит и действует и попробуй не поклонясь вот что будет друзья тем кто сегодня тепленькие те которые останутся на великую скорбь я не хочу пугать так чтобы какой-то ужас напал такой дикий ужас не нужно друзья не нужно а вот такое серьезное рассуждение проверить просмотреть пред лицом господа вот так вот просто хорошо хорошо поговорить с господом господы как когда-то давид говорил не на опасном ли я пути и не надо выдумывать и не надо копаться в грехах вот я вас сказал друзья грехи которые вы хотите найти они сейчас не в моде их даже дьявол не применяет нам это плотские наши грехи дьявол сегодня применяет больше это что непокорность непослушание это крик это раздражение это обидчивость это гордость это самолюбие это такое которое никто не боится но это настолько поглощает оскверняет совесть не дает духу святому простор и человек становится тепленький тепленький покаяться попросить прощения ожить поправить светильнички и ожидать друзья пусть сегодня нам трудновато придется победить самого себя пережить вот это коротенькое время зато вечность открывается для нас друзья кто может быть не схочет этого делать задубенеет настолько в своем отступлении конечно ужасное что ждет неверующие когда будут великой скорби для них будет легче они не знают истину но из верующих кто туда попадет останется на великую скорбь братья и сестры как будет мучить вот эти собрания все будете вспоминать все слова будете вспоминать но поздно будет поздно будет хорошо если удастся вот так вот пойти положить голову рубайте меня но начертания принимать не буду это последний шанс но на это рассчитывать вот это и сказано впрочем спасется но как бы из огня это не просто пресвитер вел церковь все сгорели а он спасется нет нет впрочем слово впрочем это шанс из тысячи а может из нескольких тысяч один шанс незначитель впрочем и вот там то спасется но как бы из огня а сегодня нас ожидает небо церковь христос восхищение может кто желает покаяться если есть такое побуждение друзья вот не каялся еще по-настоящему а сегодня стучит Дух Святой зовет и для вас это начнется новая жизнь вы войдете в число спасенных святых можете это сделать и сделайте если вы замечаете что Дух Святой зовет вас и вы понимаете что это нужно дьявол вам сейчас будет говорить нет ни в коем случае не сегодня еще пока пусть так будет я сегодня с одной тоже девушкой беседовал как я не убеждал как я не говорил она говорит нет-нет не могу пока не могу пока не могу а это что значит пока а это значит может никогда никогда и я тоже говорил вспомните вот эту беседу, и вот это место вспомните. И как будет горько, как будет мучительно. И кто-то не покаявшийся сегодня тоже вспомнит. И призыв был, и Дух Святой стучал, и была возможность, гордость не позволила. Дьявол превозмог. Не слушайте его. Не слушайте. Торопитесь. Ныне время благоприятное. Ныне день спасения. Завтрашний день не в наших распоряжении. Не знаем, что будет сегодня ночью. Мы давайте склонимся перед Господом. Будем молиться. Кто желает покаяться, выходите сюда. Вам будет предоставлена первая возможность. Аминь.